О том, что Иисус... Ну, что делать? О чем? Зашел в город Капернаум И его встретил кто? Военачальник Военачальник встретил, и что? И попросил исцелить его слугу Ну, так и смело и говори, Сарас, и слугу Я вопрос задаю, и часто бывает так Я им задаю вопрос Ну, в нашем ли, в других храмах Евангелие читали у вас за службу? Да, а о чем? Вот о чем, говорит, не знаю Не знаю, хотела запомнить, говорит Ну, плохо было слышно, и далеко было, и забыл А апостолы не спрашивают, говорит, даже апостолы И вовсе ничего нет А это как раз и главное, что мы должны запомнить Что было сегодня в храме К нам Господь Когда мы молимся, это мы говорим А Бог нас слушает Все мы миром Господу помолимся Это мы к Богу обращаемся Вот А когда читаем Священное Писание То это Бог к нам обращается Поэтому мы как должны слушать и запомнить А что Он нам сегодня сказал? Что нам сказал апостол Павел сегодня? Тоже мы должны это запоминать Нет, ну придите дома По календру еще раз прочитайте Вот Чтобы Ну Знать, о чем с нами сегодня Господь разговаривал Вот Иоанн Златоустый на это место говорит так Когда же пришел Иисус в Каприноум К нему подошел сотник И просил его Господи Слуга мой лежит дома в расслаблении И жестоко страдает То есть Парализованный, по-видимому, был И не мог даже встать Прийти с господином Так мы можем по повествованию уже понять Вот Сотник это был не иудей Это был римский военачальник Начальник над сотней Сколько это сотня? Может быть начальник там батальона там Или что-то роты может быть Или там так примерно понятие что Вот Некоторые говорят, что Он в оправдании свое Представил и причину, почему не привел его самого Невозможно было, говорит, привести расслабленного Который мучился и находился при последнем издыхании А что отрок находился при последнем издыхании Об этом свидетельствует Лука Говорит, при смерти Но, по моему мнению, это означает великую веру сотника И гораздо большую, нежели какую имели Свесившая расслабленность сквозь кровлю Так как Он ясно знал, что довольно и одного повеления Чтобы воссал лежащий То почел излишним приводить его Сотник был римлянин, язычник Но веру имел истинного Бога Это было так Почему, говорит, так? Потому что иудеи-то они по всему миру были рассеяны И об истинном Боге, Творце неба и земли Они проповедовали, говорили об этом И многие язычники это уже знали Что есть истинный Бог Творец всего видимого и невидимого Что же делает Иисус? То, чего прежде ничего не делал Во всех других случаях Он сообразовывался с желанием просителей А здесь Сам предупреждает желание сотника Обещает не только исцелить, но и прийти в его дом А это делает для того, чтобы мы познали добродетель сотника То есть не просто было, но значит было добродетельное А добрые дела, они располагают не только людей к нам Но более всего Бога располагают в этом И в другом месте говорится, что милостыня может избавить от множества грехов Поэтому добрые дела, они могут идти и впереди нас К Богу Поэтому нужно всегда не думать А как я? Да как бы мне что-то не осталось Или как бы мне время свое не потратить Здесь мое время, мне некогда сегодня, да все Так ничего не будет Когда у нас есть какая-то цель, и мы думаем сделать То мы не временем, ничем здесь Полюбила, допустим Бывает девушка, парня Мать запрещает там дома А все равно через окно она убежит Почему? Бежит к любимому Будет Сиротеньки против А она все равно выйдет за него замуж Такая любовь, такая любовь должна быть у нас в гостях Чтобы нам не препятствовать, мы всегда должны стремиться Встречи с нашим Господом А как мы можем встретиться? Господь говорит, я был болен, вы не посетили меня Был голоден, не накормили Жаждал, не напоили меня И прочее Помните это, да? Да Вот как где-то встреча, через это все Мы можем встретиться с Господом А мы сразу, бывает так, что Да ладно, да некогда мне потом в другой раз А если притча так? Господь много раз приходил к ней А она не видела этого Она ждала, что Господь придет там В какой-то славе А он пришел там Парнишка забежал там За ним гнались Толпа других ребятишек Он забежал к ней пустить Что, пусти, тетенька меня Она взошла Ах ты такой там, проходи Пошел вон отсюда Она, Боже, выпнула его оттуда Из дома Все Другой нищий там какой-то Под окном Дайте ради Христа мне покушать Иис хочу Она, иди отсюда, пьяница Окаяна Я Господа жду сегодня Он на столе все собрала уже Притча такая есть Он ушел Потом уже вечером темняется Женщина с ребенком Сидит на скамейке И дождик пошел О, опять с мужем поругалась Иди давай куда-нибудь там А парнишка рядом, сосед Он его, того нищего пригласил к себе Накормил его последней картошкой Женщину Заходи-ка там, заходи Чаем попою я И все И она того О, Господи, как же Ты я ждала, ты не пригласил Я к тебе приходил Говорит, три раза приходил А ты меня не пустила Прогнала меня Я приходил, говорит Вот, в мальчике приходил В том нищем Женщина с этой приходила А ты меня прогнала Часто Господь к нам является А мы не замечаем Потому что У нас другое зрение Не духовное А нужно, говорит, смотреть Открытым оком Вот, тогда мы что-то заметим Что же делает Иисус? То, чего прежде ничего нигде не делал Во всех других случаях он сообразовался с желанием просителя А здесь сам предупреждает желание сотника Обещается не только исцелить, но и прийти в его дом А это делает для того, чтобы мы познали добродетель сотника Если бы он не обещал этого А сказал только Иди, да и селится отрок твой Тогда бы мы совершенно не знали его добродетели То же самое, хотя противоположным образом сделал он и с женой феникийской Здесь без приглашения Добровольно сам обещает прийти в дом Чтобы мы Чтобы ты познал веру сотника и великое Смирение Пеникиянка же Отказывает в даре И ожидание ее Как бы не подаст надежды Как опытный и проницательный врач Он умеет Из противного Производить противное Так здесь веру сотника открывает Через добродетельно обещанное пришествие А там веру женщину через продолжительную отсрочку и отказ Ну и когда, Господи, да и Я, говорит, не могу взять хлеб и бросить его псам Господи, ну и псы едят крохи падающие со стола, Господ Итак Что же говорит сотник Я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой Матфея 8.8 Послушаем, это мы Намеревающиеся принять Христа Ведь и ныне можно его принимать Послушаем и поревнуем И примем с таким же чанием Аминь Аминь Причастники поблагодарим Господь